Ребята, всем привет! Новый влог из Турции, из Стамбула. Первый влог, который вы посмотрели на моем канале с Турции, с этого места, он был очень такой, ну не то чтобы негативный, но из-за дождя, плохой погоды, от того, что мы не выспались, все было плохо. Тяжело, но сегодня у нас солнышко! Но хочу подметить, это не значит, что я выспалась, и это уж точно не значит, что у меня идеальное, хорошее настроение. Сегодня мы встали в 7.30, должны были встать в 7.10, 7.20 будильники стояли, но я свой будильник вообще не услышала на 7.10, в итоге Карина услышала соль на 7.20 и как-то мы выжили. Я накрасилась, осталось только выпрямить волосы. Сегодня у нас будет 5 луков, мы будем гулять, фоткаться, кайфовать, все это снимать на видео. Луки мы собирали в предыдущем видео, вы знаете. Кто не смотрел, то посмотрите обязательно, чтобы понимать, в какой одежде, где мы будем, и чтобы узнать, если что, где заказать эту одежду. Ну что ж, мы уже сидим в автобусе, позавтракали. Завтрак был не очень, честно говоря, все остывшее, холодное, ветчина не та, которая была вчера, яйцо не доварилось. Человек еще во всем негатив профессионально. Карина вчера мне говорит, ты что, училась на факультете негатива, да? Да, я там защитила докторскую степь. Нет, я Карине вчера ночью говорю, после кучи негатива, который я выливаю, я говорю, знаешь, мне, во-первых, так легче, я не люблю держать в себе, я человек очень эмоциональный, но, что касается каких-то серьезных вопросов, я могу эмоции успокоить и разум включить. Когда у меня хорошее настроение, у всех вокруг будет хорошее настроение, я буду нести просто мегапозитив в мир. Но когда у меня плохое настроение, я не буду, типа, улыбаться, если мне не весело. Я такой человек очень искренний. Я тоже себя считаю искренней, но, не знаю, я больше не начинаю говорить, ну, типа, не знаю, это странная фигня. Можешь подумать, что я такая, типа, лужливая, мне было плохо, а я такая, типа, ребята, так весело. Нет, если есть позитив, я его ценю. Если вы не хотите, он ценю. Я не хочу позитива. Я начала пить по смешному кофе, у меня капелька начала падать вниз, и я хотела ее на тебя скатить, а не на меня, потому что у меня белая. И вы думаете, я очень плотно пить еще, да? Да нет, я шучу, не на тебя, но на тебя. Посмотрите, как красиво. Наша первая локация, кто не знает, мы сегодня гуляем по классным местам, 5 мест, у нас будет 5 локаций. Первое место это мечеть, к которой мы приехали, и хотела сказать, что информативное, интересное, что именно здесь, когда-то давным-давно, именно здесь произошел раскол в христианской церкви, и поделилось это все на православную и католическую. Так что именно здесь, отсюда все началось, чтобы вы знали. Ну и вот, раньше это вообще был Константинополь. Вот вам интересно, честно? Ну, конечно. И что, в Википедии? Это лучок, мой хороший, она и тюки, потому что, как вы знаете, в путешествиях удобно, чтобы тут у меня расчесочка, а чонгин надо, и все такое. Неправильно говорить, надо говорить, это модно сейчас, тренд такой. Рубашка у меня от бренда Trendyol, которую можно, кстати, купить на Алиэкспресс, и ссылку я оставлю в описании. Сегодня у меня много образов с джинсами, но на самом деле, я думаю, вы и так знаете, что это мой стиль, моя любимая, джинсы руля, джинсы топ. И у нас с Кариной будет один одинаковый образ, два одинаковых лука, когда мы поедем куда-то с кофе что-то с вами. Надеюсь, вам меня слышно, ветер намещает. А еще у меня мои очонги вот такие. У меня тоже. Не знаю, откуда они. Вот такой у меня образ, тут у меня жемчуга. Вот, ну и курточка моя, кстати, тоже, ну, мой дизайн. Так, ну вот, мы приехали, сейчас со всей красе все это будем смотреть. Я, честно говоря, не, ну, вы знаете, я не совсем сильна прям в истории, да, но мне было интересно узнать некоторые подробности. Ну, вы знаете, да, мою веру, все такое. Знаете, что она делает? Каждый раз садится в самолет, читает молитву. Как ее? Отчинаш. Отчинаш, да. Целует икону. И я, когда с ней летаю, мне всегда очень безопасно. Я думаю, ну, она прочитала вот эту. Это хорошо, да. Да, со мной словно хорошо. Да. Максимальная защита. А еще при посадке, что тоже я не знаю отчинаш. На самом деле, кстати, знаешь что? Самое интересное, что отчинаш все по-разному читают молитву. Я очень часто слышу, да даже где-то в кино есть, да, ну, смотря какой фильм. Просто очень часто слышу, что по-разному говорят. Но есть же разные версии, более старые, более там, новые, грубо говоря, там. Я не знаю, почему так странно, что ты не знаешь, Слава тоже не знает. Я постоянно говорю, давай научу, ну, типа, выучить несложно. Я не настолько верующая. Я никого, конечно, ни к чему не призываю, просто для меня это спокойствие. Для меня это вера, даже вера больше в то, что все будет хорошо. Знаешь, мою веру подкашивает тот факт, что сколько есть людей, которые, там, несчастливые, больные, в итоге рак или что-то еще. Это думаешь, ну, блин, он же молился. Ты знаешь, что? Мы смотрели со Славой сериал «Проповедник», и там есть такой момент, проповедник убого спрашивает. Ну, там на самом деле это не то, что ты подумала, это более юмористический какой-то трэшовый сериал. И он убого спрашивает ответ на вопрос «Рак у детей?». И я могу, конечно, это все ужасно, это страшно, но вот все болезни, все несчастья, ну, типа, Бог объяснил это так, что я это делаю для того, чтобы ты стал сильнее. Понятно, не нужна мне ваша сила. Ну, на самом деле, в этом что-то есть, но, конечно, это все ужасно, страшно, грустно. Нет, звучит отстойно. И это сила, допустим, ок, если потом кто-то лечится. Ты знаешь, у тебя когда... Ну, это да, я согласна, но других людей это, например, делать сильнее. Единственное, что меня напрягает в этой поездке, это то, что нас постоянно снимают и не понимают русского языка, поэтому мы так открыто это говорим. Ну, когда мы покрутимся... Вот так это выглядит. То есть мы просто стоим, обсуждаем свои вещи, детали, а нас занимают. Ну, не, это угас. О-о-о, боже! За мной Аса побежал! Аса на меня напала. Я побежала, а потом на меня собака чуть не напала. Тут их, кстати, очень немало. И погода сегодня замечательная. То есть мне вот так вот в рубашке и сверху в моей штучке очень тепло, приятно. Волосы твои... А, я тебе спою. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Это Юлин лук. Обожаю такой стиль, самый для меня удобный. Рубашка клёвая, цвет мне очень нравится. Вай-вай! И джинсы, и всё такое хорошее. Вай-ми! Очень! Я тебе заплачу 5 рублей, а ты прорекламируешь эту рубашку. По-кавказски, давай! Ой, мои хорошие! Спасибо, что зашли на этот наш сайт, такой приятный. Хочу вам прорекламировать, а вообще рассказать все прелести этой рубашки. Тут две пуговицы, две изысканные пуговицы, специально привезённые из Италии. Не вреда, жесть. Нет, из Италии, ну там глубинки Италии. Хочу быть где-то под Кавказом, не знаю. Вот этот цвет отличный, это самый сложный цвет для ткани, стоит миллион долларов. А повернись, да! Ну а специально для вас мы хорошие. Мы сделаем большой скид. Не миллион долларов, для тебя, мой милый. Просто ссылку в описании, найди, купить легко, быстро. Вот вообще раз, два и всё. Собственно говоря, именно здесь родился султан. Наверное. Ну, для султана строили эту мечеть? Ну, как строили, так сказать, Клинклайн. Как я? Клинклайн? Клинклайн. Эльвин Клайн, вот так люблю. Смотрели прикольные, или? О, можно так снимать и вставлять. Ребят, поверните голову, ну что, сложно, что ли? Что сложного голову повернуть? К сожалению, не так хорошо видно, но гляньте. Просто кайфую от погоды. Так хорошо, вот я сейчас в этой рубашке, прям вообще. Такая редкость. Хорошая погода. Вот, брат, мы пофоткались. О, давайте я отъеду. Так, ну что ж, вы уже видите меня в другой одёжке. Потому что у нас будет сейчас другая локация. И нам на каждую локацию нужен новый лук. Вот, сейчас я поменяла серёжки, чтобы быть иной. Думаешь, нет? Слишком? Ну, для базара пойдёт. Мы просто на базар идём. Ну, как для базара, девочки? Ой. Крутой костюм. Да. Завидуешь? Да. Не завидуй. Буду, скорее всего. Так, ну что ж, вот мой образ. Хвост. Типа, изменилось много чего, но прикольно всё равно. Серёжки такие нацепила, сами видели. В общем, всё равно, я думала, что сегодня будет суперсложный день. Несмотря ни на что, благодаря погоде этот день для меня не такой уж сложный. Несмотря на то, что мы много ходим. Хотя у нас только начало дня. Сейчас сколько там? Почти двенадцать? Двенадцать ровно. О, двенадцать. Добрый сам. Но у нас был только один локейшн. Идём на второй. Ой, ладно. Сейчас придём на базар, посмотрим, что там по кайфу. Мы, кстати, ещё зашли в магазин. Ну, как магазин, такая лавочка на улице с чипсиками, с колами, там, Red Bull'ами. Взяли себе в отель потом вечером, потому что вчера мне пришлось, и Карине тоже нам пришлось, короче, брать из мини-бара всякие дорогие сладости. Очень дорогие. Попкорн дорогой такой. Вот, поэтому, наверное, счёт нам конкретнее выставят. Поставьте этому видео, пожалуйста, лайк, чтобы было много просмотров, чтобы я отбила ММДМС, который вчера ела. Очень дорогой попкорн, и ещё я этот, Хариба, блин, взяла мармеладки. Причём почти половину из этого нам не доела. В смысле? Да, я уверена. Я весь ММДМ съела, весь попкорн мы съели. Попкорн, да. Хариба съела, там уж парочку остаётся мармеладок. Короче, люблю я пожрать гадость, особенно перед сном. Прям вообще. Я вчера Карине говорю, типа, достань мне всё, что там лежит. Она говорит, ты уверена, это очень дорого. Я говорю, мне пофиг, я хочу это есть. Ну, короче. Как и было, подтверждаю. Как ты думаешь, почему рынок называется базаром, а ещё есть такой офигенно топовый селебрити-журнал Harper's Bazaar? Почему два таких разных слова означают совершенно разные вещи? Могу что-то спросить, чтобы я прям классно пошутил, чтобы... Ну, сложная тема. Я, конечно, не стендап-комик, не юморист совсем. Базар? Не знаю, я знаю рыночные отношения. Но я посмеяюсь всё равно. Спасибо за поддержку, брат. Когда я что-то шучу, кто-то смеётся, тот, кто смеётся, делает из этой фразы шутку. А до того, как кто-то посмеётся, это не является шуткой, потому что это не смешно. Чего? Ой, куток захотел. Что-то жрать охота, что такое? Может быть, у меня глисты? Нет, не надо. Да, конечно, нет. Я просто беременна. Не надо. Ладно, не вставим это. Нет, вставь и сделай кликбейт. Я беременна. И у тебя будет уже 20-е видео в этом году с таким названием. А потом, когда я реально буду беременна, мне никто не поверит. Так и будет. А, мы можем обсудить. Ребята, обсуждаем. Сегодня вечером мы с кайфом придём. Разложим всё, что мы купили. И что будем делать? Смотреть шоу Амирана, где он туда позвал Никиту Лола, Олега, вонючего. Самку. Вонючку. Да. Но все вонючки. Может, они хорошо пахнут? Мы не знаем. Слава богу, мы не знаем. Вот. Будем кайфовать. Надеюсь, выпуск там на 20,5 часов. Ну, шутка, шутка. Не настолько мы больные. Ну, нет. Я бы посмотрела. Но всё равно будем смотреть, обсуждать и говорить, как он меня бесит. Кстати, а вдруг они там норм, типа не ужасные. И окажется, что... Оса. Что же мы так боимся? Ос. Прикинь, окажется, что... Они норм? Нет. А Никита, типа, окажется, что он злой вообще. Я думаю, что Никита не идеал. В плане, что он такой же. Нехороший. Просто так как он всю эту чернуху на них вылил, они бедные овечки. Но, по сути, он тоже волк серый. Я не выдержала. Она хоть вкусная? Хлеб. Конечно вкусная. Свежу с кунжутом. Не очень люблю кунжут. Обожаю. Покажу вам хоть Стамбул. Мы встретили Макдональдс. Но я, кстати, была в Маке в Турции. Так себе. Мне не особо зашло. Но я бы взяла себе сейчас капучино или какой-нибудь коктейль. А Гуччи надо Гуччи? Где Гуччи? Вот эта сумка мне нравится. Блин, отличается ли чем-то от оригинала? Как понять? Конечно, да. Они же все вручную делаются. Ну, понятно, что да. Но, блин, похоже на оригинал. Но в Турции, мне кажется, хорошо одел. Давай возьмем, будем говорить, что Гуччи за миллион рублей в зале. Ах, ты шинел. Эменько. Люблю говорить, да. Можем научил. О, возможно, нам даже не сюда. В общем, мы идем уже очень долго. Я не знаю, типа, когда начнется базар. Может быть, это есть базар? Ну, наконец-то мы зайдем на ваш базар. Купим бахлавы, махлавы. О, чисто базар. Брат, боюсь потеряться тут. Да, главное от меня не потеряться. Лада. Это в стиле рынка. Да. Но мы здесь... Тут, на самом деле, ловить так особо нечего. Да, красиво. Ну, ладно, для духовности надо подпитаться средствами. Согласен. Антураж. Файми. Ну, что ж, мы наконец-то сели обедать. Мы сегодня скорее не будем по стейку. Знаете, я люблю этот мем, который вы написали у Юли в комментариях. Никто. Абсолютно никто. Юля. Одену-ка я все украшения, которые у меня есть. А что я много надела, это вообще очки-то можно снять. Хорошо, что я не могу пошутить? Юля, скажите, пожалуйста, Турция очень популярна своими щищами, кальяна, вот эта вся, ну, грейпфрута, вода. Ну, нравится кальяна? Нет. Спасибо за ваш ответ. Не люблю кальяна. Пробовала? Да. Снимала сторис, как ты дым выпускаешь? Конечно. Ну, блин, у меня было лет 17-16, когда я пробовала кальяну. А сейчас, ну, лет 17 мне вообще, даже когда предлагают, зовут, я говорю, не, я не поеду. Даже бесплатно? Даже бесплатно. Мне не нравится. Ну, да, я плюс. Как думаешь, наши китайские друзья будут в шоке, что мы на обед заказали винчик себе в рабочий разгар времени? Обычно во всех пресс-турах сами менеджеры первые заказывают и предлагают, но здесь... Да, они даже не спрашивают, будете виноваты, белое или красное? Да. Вот так вот обычно у нас проходят поездки рабочие. Просто мне кажется, что в Китае это вообще не принято. То есть, например, если в Европе ты уже выходишь, там, я из школы, из Лондона выходила в 12 часов и вижу, там, в пабах просто забито, люди пьют пиво и вино. Просто у них обеденный перерыв. А здесь, я не знаю, как в Китае это все принято, но, наверное, они будут в шоке. Ну, извините, мои хорошие, мы один бокальчик просто для хорошего настроения. Да, для бодрости и духа. А что? В общем, дождемся еду, а потом пойдем куда-то дальше поедем. У нас еще три локации сегодня, было только две. Знаешь, что классно? Последняя локация это наш отель. Да ладно. Я приготовила. Спасибо. 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 Нормально ты себя чувствуешь? Отдаем кошечке стейк. Мой хороший, кушай, пожалуйста. Горячо. Ути, Китя. Сейчас мы как раз пойдем в нашу машину, в наш автобус и поедем дальше. Я поправлю макияж, прическу поменяю. Наверное, опять на распущенной. Не знаю. А может, вообще косичку заплету тебе, подруга? О, можно я тебя, да? Ну, конечно, браточка. Обожаю, когда я могу своей подружке сделать косичку. Когда у меня будет дочка, у меня будет дочка обязательно. Возможно, даже две. А представь, если ты... Ладно, договори, я слышу. Ну, говори. Если у тебя будут все дочки, дочка, дочка... Сколько ты детей готова родить, чтобы все-таки сына заиметь? А, не, наоборот. У тебя будет сын, сын, сын. И что по дочке? Не, я знаю, как дочек делать. Тут не в этом. А что смешного, Вася? Пойдешь в церковь, помолишься? Дочку дай по-братски. Не-не-не. Знаю я как. Да? Да. Мы разные. Я все сказала. Ты не знаешь? Ну, там надо... Там... Душ сходить. Это всегда надо. Даже чтобы мальчиков... Там... Маленько прочитать, песочек посыпать на пузырька. Да нет, ну ладно. Брат, давай, брат. Шнурки завязывать не умеет вообще. Так вот. Что бы ты ни делал, у тебя мальчик, 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 а ты дочку хочешь, сколько детей будет готова родить, чтобы все-таки... и дочке дочке, потому что, например, моя бабушка тоже хотела дочку. Она родила трех сыновей, и все-таки финальную дочку получилось сделать. Моя тетя, например, родила трех дочек и очень хотела сына. Но она, типа, остановилась, потому что, ну, четвертого ребенка жесть. Она надеялась каждый раз, что это будет типа мальчик. Ну, а получились три красные девчонки. Вот смотри, ты бы готова была родить. Не знаю, мы тут со Славой совещались до досуги. И как бы, если у нас с ним все сложится в будущем, мы семью создадим, мы решили остановиться на двух. Реально? Я хочу родить, ну, практически сразу двух детей. И я просто очень хочу, чтобы у детей была маленькая разница в возрасте, типа год, два, ну, по-хорошему, по кайфу не больше. Потому что так легче. Когда у тебя дети разного возраста, с большой разницей, это сложнее. Я это говорю не понаслышке, я просто знаю, у моей мамы три ребенка, и у нас, ну, разная большая разница. У меня с Гошей пять лет, ну, четыре, там, и девять, типа. У Гоши с Сашей четырнадцать, ой, у меня с Сашей четырнадцать, а у Гоши с Сашей, по-моему, ну, десять получается, да. Ну, это сложно, потому что, потому что каждого ребенка надо в школу отвезти, каждого ребенка нужно в институт отвезти, ну, в любом случае. Так легче по финансам, кстати, мне кажется. Конечно. Ну, так сложнее. Сложно, потому что у меня мама в четвертый раз в своей жизни идет в школу, получается, с каждым ребенком уроки, подготовка, отвезти туда-сюда. Но я такое не хочу. Я хочу, чтобы дети, нет, я уверена, моя мама счастливая, и дети ей заставляют в любом случае счастье и радость, но я не хочу вот таких моментов. Этот, четыре, потому что первый раз она сама пошла, у нее нет тайного ребенка. Не-не-не, да-да-да, имеется в виду, что она сама сходила, потом со мной, потом Гоша, Саша, ну, в общем, это сложно. И я хочу, ну, реально, я хочу, чтобы в какой-то момент, как у твоих родителей, знаешь, в какой-то момент дети выросли, можно уже для себя пожить с кайфом. Ну, типа, я не хочу всю жизнь быть рабыней своих детей. А ведь я же понимаю, я даю себе отчет, что я не смогу своих детей пнуть и сказать, ну, иди, что хочешь делать, там, сам разбирайся со своим делом. Нет, конечно. А я, знаешь, всегда даже в видео говорила, что вот хочу пять-четыре детей. Но сейчас я такая думала об этом и такая, блин, помимо воспитания, еще надо каждого заплатить за учение. Будем отталкиваться от финансов, но, типа, минимум два, максимум пять. Вполне, если будем очень богаты. Очень. Надо быть супер богатой, потому что ты должен быть уверен, что ты можешь каждому оплатить обучение в нормальном вузе в Москве. А если это будут погодки, ты должен, блин, десять лет, там, не знаю, платить эти деньги. Ну, да, ну, типа, знаешь, конечно, финансы решают. Так вот, к чему я говорила. Раньше я была уверена, что у меня будет точно четыре-пять, но сейчас я думаю, нет, все-таки рассматриваю вероятность, что будет два. Красная шапочка, привет. Мы тут с блогерами из Украины. Радуйте. Не одни гуляем, тусим. Бай, бай. Уф, 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 уф. Уф, уф. Блин, мне безумно нравится эта укороченная рубашка. Чего ты рекламируешь постоянно? Надоело со своей рекламой. Ну, я хочу, чтобы люди кайф носили. Ну, блин, реально прикольно. Мне кажется, цвет идет, да? Да. Мне очень нравится. Я фоткаю сейчас селфи, делаю, мне очень нравится. Бренд Трэнди Ол. Покупайте на Алиэкспресс. Ссылочка в описании. Уф, уф, уф. Вот, здесь ходят какие-то популярные трамвайчики. Красные. Красные. С которыми мы хотим сделать фотку, записать видео. Ну, в общем, что по кайфу получится. У меня до сих пор работает камера, я в шоке, потому что она села. Шок. Так что сейчас дождемся трамвайчик красный, погуляем, народу много. А, ну тут еще куча магазинов всяких. Ну, мы не на шопинг приехали, у нас есть полчаса свободного времени, чтобы погулять, пофоткаться, покайфовать. В общем, ну, как обычно это у нас происходит, погулять, пофоткаться, посмотреть. Вот так выглядит все. Много народу, мало кислороду. В общем, ребята, мы пришли на набережную. Будем сейчас тут сидеть, пить кофе. В таких нарядах, одинаковых. Мы сейчас находимся на европейской части, а вот там азиатская часть. Вот, сейчас пофоткаемся, попьем кофе, пообнимаемся. Чего? Забудь. Ты не в моем вкусе. Я буду с этими птичками обниматься. Следующий лот у нас для кофе-пития, который Юля собрала. Мы одинаковый собрал. Вот так красиво, вай-вай. Триендол, пожалуйста, ссылка в описании. Да, конечно, туфли бы подошли. Вот такой вот белый костюмчик. Вот это бодиблузка. Триендол. Посылки в описании. Очень мне понравилось. Особенно мне нравится, что она такая открытая, но ничего не вырезает, ничего не видно. Ну, то есть, как бы, хорошо сидит. Цвет классный. Оливковый. Модно. Она, короче, пошла делать фотографичные фотографии. Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах. В общем, вот такой у нас сегодня день получился интересный. Сейчас нам нужно решить что-то с ужином, но на этом я влог сегодняшний заканчиваю, потому что я не могу транжирить зарядку Карины, ее камеры, так как... Ну, надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что оно вам зашло. Влоги, ну, короче, любите же выбрать, да? Ну, да. Скажите, да. Поставьте лайк, пожалуйста. Подпишитесь на мой инстаграм, на мой ютуб-канал. Все такое. Ну, короче, я объясняю. Иначе никогда в неделе влогов больше не будет. Да, видите, если плохо видео вот это вот зашло вам, ну, лайк не поставило, то какой неделе влогов, о чем я сразу думаю, вам не нравится, зачем надо? Значит, она вам не нравится, ее жизнь вам не нравится. Как она может вам не нравиться? Я тоже так думаю. В общем, ладно, сейчас мы пойдем в номер, переоденемся, отдохнем, решим что-то по поводу еды, потому что у нас еще не было ужина. Ну, и будем кайфовать смотреть Амирана. В общем, ладно, спасибо большое всем за просмотр, подписываю, обнимаю, всем пока.